Использование сенсорных дисплеев вейб-девайсах Идея не самая удачная, а точнее не совсем практичная Однако Асмодус решили доказать, что знают свое дело, выпустив обновленную версию своего популярного флагмана Как раз таки обладающую экраном сенсорным управлением В этом обзоре мы расскажем, получилось ли у ребят воплотить свои идеи в реальность И какие изменения претерпел новый миникин V2 Мод получил обтекаемую пролипипедообразную форму Внешняя отделка выполнена из софт-тач покрытия, так что не стоит опасаться царапин Пока что миникин доступен только в одном цвете, брутальный черный Этот малыш станет хорошим вариантом для тех, кто ищет стелсоподобное, но мощное устройство Работает новинка от Асмодус на двух аккумуляторах формата 18650 Которые вставляются с обратной дисплей стороны В отличие от предыдущей версии устройства, аккумуляторы закрепляются крепко и без люфта Крышка надежно держится на двух магнитах По одному сверху и снизу На днище можно обнаружить отверстие для вывода газов Пробиты они не совсем ровно относительно друг друга Правда в глаза это не бросается и не влияет на работу устройства Кнопка Fire находится выше экрана Она утоплена и имеет круглую форму под подушечку пальца Из-за того, что клавиша не выступает, можно не бояться, что она случайно сработает у вас в сумке или кармане Даже если вы забыли выключить или заблокировать миникин А благодаря удачному расположению нажатие удобно как большим, так и указательным пальцем Дисплей откликается моментально и работает очень точно Даже самыми толстыми и грубыми пальцами попасть по всем миниатюрным иконкам не проблема вообще Его размеры прекрасно вписываются в общую эргономику девайса Включение осуществляется путем пятикратного нажатия кнопки Fire А все остальное посредством интуитивного интерфейса дисплея Чтобы выйти в меню, нужно тапнуть пальцем на иконку режима Там же можно проверить и задать сопротивление, настроить яркость экрана и счетчик затяжек Предусмотрено 5 основных режимов Вариват, режим термоконтроля на никеле, титане и нержавейке TCR, TFR и режим Curve Дающий возможность отрегулировать подаваемую мощность на 5 последовательных временных интервалах После каждого выхода из меню дисплей блокируется Чтобы его разблокировать, достаточно пальцем просто смахнуть вниз Прям как на айфон Пин у миникин подпружинены и выполнены стали, что немного странно Рядом с коннектором нет пропилов для воздухоподачи, как это было в полторашке Кстати, мод хорошо сочетается даже с дрипками диаметром в 25 мм Устройство обладает мощностью в 180 ватт и максимальным напряжением в 7,5 вольт Девайс поддерживает диапазон сопротивления от 0,1 до 2,5 ом Плата работает честно за исключением одного аспекта На повышенных сопротивлениях и больших мощностях, как и на большинстве чипов этого класса, она начинает слегка привирать Сказать, что новый миникин получился удачным, не сказать ничего Сумасшедшая эргономичность, отменное качество и электронная начинка Которая, казалось бы, может даже конкурировать с таким монстром, как ДНА-200 Можно смело сказать, что этот девайс — триумфосмодус На сегодняшний день найти на рынке альтернативу лучше за эти деньги — задача из нереальных Мы благодарим компанию Асмодус за предоставленные устройства Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях Субтитры создавал DimaTorzok